Что представляет собой холестерин и для чего он нужен в организме? Какие продукты следует употреблять, чтобы уровень холестерина в крови не повышался? Что из пищи надо исключить, чтобы холестерин был в норме? Смотрите видео до конца и узнаете, какие продукты поддерживают нормальный уровень холестерина. Перед тем, как начать рассказ про продукты, стабилизирующие уровень холестерина, позвольте поприветствовать всех и пригласить подписаться на канал! Каждый слышал о том, что холестерин может откладываться на стенках сосудов и вызывать развитие атеросклеротических изменений. Но не все знают, что понижение уровня холестерина приводит к нарушению умственной деятельности, гормональному дисбалансу и снижению активности пищеварения. Что представляет собой холестерин и для чего он нужен в организме? Холестерин – это жироподобное вещество, которое содержится в мембранах всех клеток. Он синтезируется в разных частях тела человека, больше всего в печени, а также в коже и кишечнике. Также холестерин поступает с продуктами питания. Не всякий холестерин приводит к развитию атеросклеротических изменений сосудов. Считается, что в основном тот холестерин, который способствует атеросклерозу, синтезируется в печени. В его образовании принимают участие жиры, поступающие с едой. Холестерин участвует в укреплении клеточных оболочек и мембран, помогает организму синтезировать витамин D, образует желчные кислоты, участвующие в пищеварении, приводит к образованию некоторых гормонов. С другой стороны, холестерин является тем веществом, который откладывается на стенках сосудов и из него образуются в желчном пузыре камни и полипы. Количество холестерина увеличивается при поступлении в организм с пищей трансжиров, других насыщенных жиров животного происхождения. Питание играет важную роль в нормальном обмене веществ. Важно уделять внимание продуктам, которые помогут нормализовать уровень холестерина, холестерина в крови и не будут способствовать образованию холестерина, уменьшающего сосудистый просвет. Какие продукты следует употреблять, чтобы уровень холестерина в крови не повышался? Правильное питание, достаточное количество жидкости, преобладание растительной пищи, ограничение животных жиров, исключение трансжиров и полуфабрикатов. Вот такие условия меню помогут сохранить оптимальную концентрацию холестерина в крови. Конкретно из продуктов стоит уделять большее внимание следующим видам пищи. Богатая клетчаткой продукты, к которым относятся овсянка, яблоки, груши, морковь, бобовые, отруби. Клетчатка адсорбирует на себя жиры и выводит их из организма. Морская рыба, которая содержит жирные кислоты, способная удалять избыток холестерина, особенно полезно употреблять сардины и скумбрию, форель и лосось. Разные виды орехов, не подвергшиеся дополнительной обработке, добавление соли и сахара. Содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые повышают тонус сосудов и удаляют из кровотока избыток холестерина. Горсть любых орехов в день поможет нормализовать этот показатель, ешьте грецкие и кедровые. Фундук и миндаль. Авокадо содержит много полезных, необходимых для нормального метаболизма веществ. Мононенасыщенные жирные кислоты сделают концентрацию холестерина в крови значительно меньше. Оливковое масло также является источником полезных жирных кислот. Всего 2 столовые ложки оливкового масла в день улучшат состояние сосудов и понизят уровень холестерина, наладят метаболизм жиров. Вывод напрашивается следующий, что для того, чтобы снизить уровень холестерина надо употреблять овощи, фрукты, рыбу, растительные масла и орехи. А что же наоборот не стоит вводить в меню? Что из пищи стоит исключить, чтобы холестерин был в норме? Здесь также все понятно. Следует ограничить прием жиров и белков животного происхождения, отказаться от маргарина и готовых соусов, ведь в составе их так много трансжиров и других химических добавок. Еще не стоит употреблять готовые сладости и выпечку, мороженое. А блюда, в которых используется молоко и сметана, сливочное масло и все сорта мяса, надо ограничить. Помните, что только сам человек может помочь себе, улучшить свое здоровье и продлить молодость. Просто надо правильно питаться.